Гражданственность важен, чем демократия. Да, это очень интересный тезис. Если мы действительно будем относиться к нему серьезно, если так говорить нам, то мы точно будем. Мы, конечно, есть и двойные еще вопросы, такие как глобальная гражданственность. Мы организовали крупные столы с выпускниками школ политических исследований. Есть все эти достойные причины, почему стоит об этом говорить. Но еще одна причина. В своем выступлении я все время буду говорить про социальные науки, про социологию. Потому что я считаю, что нужно серьезно относиться к этому. Возможно, я считаю, что науки нас могут информировать. Один джентльмен, кого измолился в Хейнрих, он описывает успех наших, секрет нашего успеха в гуманности, в человечности. То есть, что каждое поколение теперь рождается в большее, и в большее по запасу и по качеству человеческих знаний, чем поколение до этого. Но поскольку мы можем положиться на знания, полученные предыдущими поколениями, у меня если человек один-другой заночку все это не усилит. В силу этого мы и остаемся более процветающим обществом. Подумайте об этой алфаве в аспеке, что всего 25-30 символов позволяют отразить перед весьми все богатство человеческого знания. И то, что мы, в честности, друг от друга речим. Все то, что ни один из нас сам не выдумал бы. Но если вы разверли в 21 веке, то это уже данное вам богатство, с которым вы разверлись. Или посмотрите на рифматику, на математику. Десять цифр позволяют вам производить невообразимые впечатления. То есть, знание человечества, которое позволило это без таких прорывов, без таких скачков сегодня. Каждый из нас не приходится в основном заново все это измышлять. Поэтому в итоге мы рождаемся в этом богатстве. И если бы Эдрих сказал нам, что нужно всегда смотреть на самого полного человека, который мы знаем, ну давайте просто здесь расскажем Эйнштейн положим. Если у нас есть проблемы с временем, если мы посмотрим, мы могли бы мы же это время на сотни тысяч лет назад, Эйнштейна назад отбросить, смог ли он достичь поэт тех чудес, которых он сделал? Наверное, нет. Если б то же самое машина времени позволила поэм взять молодец из каменного века и перенести его в 2018 год, смог ли б он адаптироваться в нашей культуре? Есть что-то такое, что ему препятствовало? Нет. Ничего такого нет. То есть, этот тезис, что этически нет ничего уникального, вот даже не гения. Гения просто встроена система культуры. Поэтому давайте договоримся и на этом тезисе тоже. Еще один господин, кого звали? Вальхарари. Кто написал книжку? Мудрец Сапиенс. Наверное, фронтует. Это бессендер в нескольких странах. Он утверждает, что мы все наше процветание и наше общиместо из пищевой цепочки не из-за той конкуренции, на которую мы способны. Все это происходит с нашей способностью к сотрудничеству кооперации. Тоже интересный тезис. У него такой массовый эксперимент такой, что представьте себе, что один человек, один, существует он, например, обезьяна. Мы их напитаем в остров и соживаем. И представьте себе, что мы их встретим через два месяца. Он говорит, мы обнарушим человека, который будет страдать из-за того, что один обезьян будет радоваться. Поэтому он сказал, посмотрите, тысячу человек и тысячу обезьян на тот же самый остров. И через два месяца люди организуются, наверное, в клетке, конечно, загоняя всех обезьян, и устроят свою систему как будто. Вот это вот то, что мы находимся в нашем месте в мире не потому, что мы бежим быстрее всех или бьемся быстрее всех. Нет, это в силу нашего способности кооперироваться в сотрудничестве. И мы, в возможность, кооперируемся и стараемся быть перед тем более гибким. Поэтому, если вы добавите вот мысли и думать о том, что мы обязаны своим местом в мире именно способность сохранять и эквалировать знания, потому что самоварару, что благодаря человеческому сотрудничеству, я скажу, что вот теперь у нас есть причина, еще одна, по которой мы должны серьезно относиться к гражданственности. У меня еще есть третья причина, к которой хотел бы вами потеряться, и она касается этого эксперимента, который называется «Красный демотом». Вы слышали про нее или если не участвовали, то вы можете пока не рассказывать остальным. Вот если я про это не слышал эксперимент, такой эксперимент проводились. Вы носите по улице, кто-то вас останавливает на улице, и кто-то, собственно, это один тот же человек будет останавливать других участников. Это тот, кто проводит это, вот остается евро в бумажку и дает 100 евро в бумажку. А потом дает вам за два плюс, пожалуйста, разделите эти деньги с другим человеком. А другой человек вам тоже неизвестно. Но как вам угодно, вы сами решите. Вот это такой знаменитый акцент. И другой человек, у него есть только два выбора. Он или она может сказать только «Да» или «Если». Опять же, он никакого основания не имеет. Только вы решайте, как вы будете делить деньги. Он может с этим либо согласиться и сказать «Да», либо сказать «Нет». А если он скажет «Нет», то вы не получаете ни ум, ни ум, ни ум. В общем, ни один из вас не получит ничего. А если скажет «Да», тот второй человек, то тогда, по-моему, получается то, что вы достачали. Понятно, то есть нельзя ни убеждать, ни разговаривать, ни доводы приватить. Вы решаете, как вы поделитесь деньги с неизвестным человеком. А другой человек имеет только три возможности. Он или она может сказать только «Ели да». И тогда, как вы решили, так деньги поделите. Или он скажет «Нет», и вопенчу не получится. И вопенчу не получится. И вопенчу не получится. И вопенчу не получится. И вопенчу… Давайте посмотрим на это вот так. Если вы даже верите в то, что есть человек экономику, так называемую, это не получится. Почему? Посмотрим, второй человек может сказать «Нет». И все. Если он или она «Вы не получите 100 евро, мне нужно не отрезать себе». Вы должны вот так вот вроде как, вы должны максимально получить свою прибыль. Взять себе 99. А второй человек должен быть достаточно глупо, чтобы сказать «Нет». Отказаться даже от одного евро. От одного евро-то у него не было, да и только должен просто помылиться. Вы свои максимально верёте. И он тоже. А он сходит этот срок. Так как предполагается, вы должны этим заниматься, если вы верите к опсу Мадаму Смиту. Многие из вас решили вот на этом варианте 50 на 50. Как вам кажется, почему вы то, что здесь просят вот так? Ну, чтобы ещё больше данных добавить. Этот эксперимент, кстати, выполнялся 30 лет уже во всех странах. Каких только вам можно представить? Есть ли вот такое распределение в ее уникальной сессии? Руси говорит «Нет». Они уже говорят «Нет», и вот такому говорят «Вот это интересно». То есть, когда им предлагают 25 евро, а они считают, что всё это несоправедливо, нечисто. То есть человечество в состоянии То есть брать для себя Даже и платить лично Как чем-то болезненным Чтобы Они не говорят нет вот такому распределению Вот такому расплату Это работает Много среднее обычно по сумму миру Это 55% Вам Это 25% Другие говорят 50% Вот это интересно, что это тоже не работает Нет, нет, за эти варианты Не является рабочим Березы, которые будут в второй позиции Которые говорят да или нет Они отказываются от избыточно Щедрых предложений И не хотят чувствовать себя в толпу Перед другим человеком То есть в принципе И там нет вот такого правила Что если вам дам деньги, вы не обязаны Но все-таки у нас струнно Что-то в нашей культуре Что-то списанное, которое немедленно распознает Вот эти вот Имплицитные То есть неявные обязательства Которые на себя принимаете Поэтому я полагаю, что это еще одна причина По которой вы должны относиться к гражданственности серьезно Похоже, будто бы Человечеству свойственно понимать Что такое честность и справедливость Честность в значении к справедливости Это эволюционная тактика Экин Уилсон То есть Который описал Эволюцию Он из Гарварда говорил Что да, эгоистичные индивидуумы Имеют эволюционные преимущества Но точно так же Группа, действующая солидарная Конечно же Можешь быть Конечно Быть эгоистом Внутри солидарной группы Это понятно Но если группа просоциальных Идивидумов вместе Собьется То они получат определенные преимущества Именно поэтому Несмотря на всю пропаганду Про экономику В серьезе по всему миру Понимают Интенсивно понимают Почему важно быть справедливым Честно И почему они желают В том числе и личности На какие-то затраты Для того, чтобы защитить От себя И защититься от несправедливости Можете сказать Нет, ну это все хорошо А что, если все целью Заберутся 50 на 50 Потому что они боятся А что второй человек скажет Нет, они ничего не получат И еще одна Реверсит-эксперимент Называется Играет диктатора Там все то же самое Дает 100 евро В этом случае Второй человек Не может принять решение Не может сказать Да или нет Они обязаны принять То, что вы ему даете Вот в таком случае Обычно Кто-нибудь хочет Обгадать, что в таком Реансе будет Если вы даст 100 евро А вторая страна Не может вырешать От имени вас обоих Сколько денег Куда пойдет Ну ладно Наши друзья здесь говорят Что если это было бы При параметре Меградиктаторов Один человек Либо придержит все деньги И отдаст 1 евро Вы не правы В среднем получается 70 на 30 Такой разбирка То есть не 55 на 45 В среднем теперь 70 на 30 И один из четырех Каждый четвертый 50 евро Или больше Отдает 2 Вот это очень интересно То есть нет Никакой причины Почему они могут Это сделать Зачем бы это сделать Ну может без кроме совести Поэтому это дает нам Вот это мои резонные Почему я Лично для себя Считаю Что гражданственность Это серьезно Если я хотел бы вас Интригировать Если мы будем все Относиться к этому Серьезно Что мы видим Что мы тебе надеялись Ну давайте начнем Начнем с того Как мы приветствуем друг друга Как мы приветствуем друг друга Что мы делаем Встреча с кого-то Приветствуем Как греки приветствовали друг друга две тысячи лет назад Жмали и роки Они кстати были первым народом Оскакулись на его истории Которые поменялись рукопожем Часть Нет Нет То есть он показывает Что в руке У грека нет ножа Когда он протягивает руку Значит Руку Грек В Как известно В Турции И вообще В мусульманске Странов Мы В мусульманске Словами Хасалим Алейкум Желали Мира Шулам Алейхим В иудейской Культуре То есть мы Восвещаем Что мы Входим с миром В восточной Азии На нас Существ Жест Который Также Подразумевает Что мы Уважаем Божество В другом Человеке В том Комму Неведственность То есть Мы В этом самом Говорим О В Неповторимых Черцеп В Африке Мне кажется Одна из Обличных Фомен Приветствия Я вижу Тебя Сует Полное Правительство Это означает Что Я вижу Тебя Как Человека Обличенного Достоинством И правами Так Я Вас Приветствую Достаточно Иронично Точту Эта Грамматика Приветствия Была Воспринята Канта В которых Я писал Праве На гостеприимство Не только На что Мы понимаем Что такое Право На жизнь На свое Подворожение На что такое Право На гостеприимство О чем говорит Кант В знаменитом трактате Он говорит Он праве На добром силе Он говорит Что мы Не в праве Обращаться С другими Плохо Только потому Что мы Не знаем Мы обязаны Начинать С символа Доброй Воле С символа Благоволения Признание Другого Безусловно И вне зависимости У того Знаем ли Во его Илья И так Почему В разных Частях Света Люди Приветствуют Другую Примерную Динакон Что лежит В основе Этого Понятия Доброй Воли Своего рода Грамматикой Гражданственности К счастью Для Социальных Наук Роберт Аксель Рот Написал Интереснейшую Книгу под названием Эволюция Сотрудничества В нем задается Интересным вопросом Можно сказать Что эгоисты Склонны к сотрудничеству В отсутствии Центральных Властей Их Некая Общая Власть И так Почему Сотрудничество Даже В отсутствии Власти Происходит И он Рассматривает Знаменитую Дилемму Заключенного Многие Из вас Знают Дилемму Заключенного Это вопрос О том Где Двусу Человек Рисует Полиция Когда И делают Что-то Нарушают Закон Например Значит Если Ни один из них Не будет говорить То Полиция Их откусит Если Оба Они Станут Значит Расстревать Титали А И оба Будут Значит Помещены В тюрьму Прикварены К двуму Годам И Если Один Говорит То Один Будет Вйдет На свободу А другой Просидит Пять лет Значит Известно Что В первой Варианте Когда люди Не знают Друг друга То Каждый Из них Общает Обычно Выбирают Сотрудничество С Полицией Потому Что им Известны Все остальные Варианты Однако Если Сотрудничество Было Рациональным Их Выбором То Они Помолчали Но Учитывая Что Они Не знают Друг друга Они Соответственно Предпочитают Доносить Друг Друг Это Значит Делимо Заключено Друг Эту Икру Необходимо Проигрывать Множество Раз Десять Сто Раундов Никто Не знает Какой Раунд Будет Последним Такие Эксперименты Проводились Когда Этот Подобной Программе Этот Турнир Проводился Много Раз Значит Оптимальным Оптимальным Пучем Фактически Начинается Сотрудничество С Молчание А потом Если Второй Начинает Говорить Вы Тоже Начинаете Говорить То есть Такая Стратегия Работ Роберт Аксель Рот Провел И второй Турнир В тот же Год Значит Ук за Ук Все знали Что Вот это Оптимальная Стратегия Что это Оптимальная Тактика И Но Интересно Что Во время Второго Турнира Стратегия Вот Эта Так Назаваемая Око 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 Начиная С С Сотрудничества И Заканчивая С Фактическим Я Обману Если ты Больше Обману Легоизма И С 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 Возьмем Компанию Куб Которая Провела Достаточно Большие Следования И Накопила Колоссальный Объем Данных Шиз Они Видят То Что Различные Куб Соответственно Малая Куб Может Саботировать Работу Достаточно Больших Коллективов Как Пришла К Выводу Которая Своя Куб Для Многочисленных Расследований Но При Сопределении Двух Принципов Разнообразия И Соответственно Солидарности Это Снижает Опасность Саботаж Что Это Все Означает Что Как Кстати Говорила Лена На Солидарности Принимаются Горизонтальные Отношения Настолько Ж Серьезно Насколько Вертикальные Отношения По сути Вся Наука Государственного Управления Вся Политика Все Относящиеся К общественному Политическому Строю Строится На Вертикальных Отношениях Однако Общество Функционирует В первую очередь Основываясь На Горизонтальных Отношениях То есть И В связи с этим Нам следует Терпо Сприниматься В общем-то Так же Серьезно Переду К Следующему Предмету Каков Источник Терпо О Которой Я говорил Чуть Раньше Сегодня Уже Помянуты Еще Крики Аксель Рота Турниры О Которой Мы Говорим И Мы С вами Знаем Так называем Трагедию Коммунизма Или трагедию Левая идея Когда Казалось Материальные ценности Принадлежат Всем И Действительности Не Принадлежат Принадлежат Мы Понимаем Что Противоположный Полюс Состоит В Полной Частной Собственности На Все Без Исключения Активы Есть Конечно И Экономисты Которые В частности Говорят Об Терринице И Возвращают Возвращают Нас К вопросу Гражданственности Гражданственности Которая Между прочим Несколько По-разному Понимается В Северной Америке И В Европе Я под Гражданственность Под Севикс Понимание Подразумеваю Умение Распределять И Обмениваться Знаниями И Фактически Умение Обобществлять Знания Все Что мы Делаем На Протяжении Ряда Столетий Для Того Чтобы Дистиллировать Эти знания Для Общего Двага И Есть Кражданственность Когда Мы Говорим Например О Социологическом Расследовании Которое Проводилось В Турции Среди Рыбаков Было Определено Что Некоторые Рыболовы Могли Сотрудничать А Иные Фактически Не Приходили К Общему Языку И В основном Исследователь Пришла К Выводу Что Те Рыбаки Те Фермеры Которые Более Менее Посещали Одни и Те Ж Кафе Жили В Одном И Том Ж Географической Протяженности Они В принципе В большинстве Принесло Это Сотрудничество Роберт Паттон Американский Социалов Говорит О том Что Причина По которой США Умеет Фактически Осуществлять Рыночную Экономику Без Непосредственного И большого Частия Правительства Сиждется И Уходит Корнями В Давнюю Традицию И В Помоги Шрониках В частности Американских Историй Говорится Об этом Социальном Капитале Дэвид Пулкс Консерватер Пишущий Нью-Йорк Таймс Говорит О том Что Да Мы Конкурируем Как Люди Но Наша Конкуренция Направлена На Созидание Общественной Ткани Посредством Церквей Посредством Религиозного Сообщества Посредством Различных Институтов И если мы Игнорируем Эту Общественную Ткань Это Не Это Значит Наш Гибель Во Время Французской Революции Три Замечательных Слова Вынесенных В Факу Вой Этой Революции Свобода Равенства Братства Меня Особенно Воодушевляет Это Слово Это Понятие Братства Если Воспринимать Гражданственность Серьезно Я предлагаю Нам следует Понимать Что Это Концепция Планетарного Масштаба И Несмотря На Различные Оттенки И Коннотации Мы Говорим По сути Об одном И том же У нас Нет права Если У нас Нет обязанности Но Мы Не можем Одновременно Заявлять О Праве И Говорить Об Обязанностях Потому что Мы знаем Что все Допустим Конституционные Тексты Начинаются С прав А не С обязанностей Канде Говорил Что На первом Месте Ответственность Или Обязанность Мне кажется Что Спор Этот Не завершен И вряд ли Коктейль Позавершится Мне кажется Что Вопрос Взаимодействия Между правами И Обязанностями Старой Как Человеческая История Требует Постоянного Рассмотрения Пристального Внимания Быть может Мы говорим О компромиссах О Фактическом Охотком Равновесии Между Вот Этими Понятиями Которые Сопровождают У нас Всю жизнь Можно ли Думать О цивилизации Как О методологии Поступательного Развития Туаймин Знаменитый Китайский Исследователь Читает Конфукция И говорит О том Что Когда Перед нами Возникает Дилемма Между Пищей Безопасностью И доверием О чем Мы должны В первую очередь Помнить Забудьте О безопасности Остается Пища И доверие Второе Говорит Конфукция Отказывайтесь От пищи Но никогда Не отказывайтесь От доверия Потому что Если Нарушена Долерия Если Разорвана Ткань Общественного Взаимодействия То у нас Не будет Ни пищи Ни безопасности Эдуард Галер Да Последитель И автор Из Курка Пишущий О цивилизации Майя В золотой эпохе Говорил о том Что Майя Когда им Презадило Время Испирать Правителя Избирали Его Не с точки Зрения Лучшего Ораторского Искусства Но с точки Зрения Умения Внимать Внимать И Уметь Прислушиваться Что для Майя Было Интересным Принципом Или критерием Для Избирания Вождя Или Правителя Может ли Правитель Внимающих Другим Внимающих Своим Последователям Или подданным Может ли Такой человек Оказаться Лучшим Политиком Быть может И так Мы Говорили Значит Принятым Мусульманские Страны В приветствии Я пришел С миром Я Не Но Давайте Вспомним И о том Что Когда Умирает Мусульмания Люди Которые Приходят На Погребение Они говорят О том Что Пытаются Убедиться В том Что Они Не Принесли Никакого Вреда Этому Человеку Правоверные Правоверные Мусульмане Считают Что Они Не могут Попасть На небо Если Они Не Примерятся С Каждым Из Тех С кем Довел Стреться На жизненном Путе В жизни Возьмем Тесму Тупи Который Говорил О культуре Убл И В частности В этой Которе Говорится Что Я Существую Не потому Что Я думаю Потому Что Вы Существуете Интересно Позиция И Мы Понимаем Что Мы Достигаем Человечности Достигаем Гуманности Вместе Наши Поиски В попытке Найти Общность И Общие Интересы Далеко Не всегда Увенчивались Успехом Мы Мы Знаем Что Один из Самых Страшных Ошибок Были Как раз Таки Сделаны Человеком На пути Поиска Общих Интересов Этнические Чистки Один из Самых Страшных Примеров Евгеника Попытка Улучшить Человеческую Природу Вот Еще Одна Опасная Стизия Было Время Когда В свою Очередь Мы Надеялись На Возможность Великолепной Формулы Каждому По Потребностям От каждого Полуспособности Это Чудесная Формула Мы Утопичны Она Попросту И Может Попочь нам Как в поиске Общих Интересов Так и в управлении Человеческими Заобществами Все Здесь И Еще Один Обстоятельство Которое Мне хотелось Определить Любопытство Против Негодовать Литерализм Часто Говорит О необходимости Негодовать Против Каких-то Недостойных Или Неприемлемых Против Гражданство На самом Взгляд Говорит О Необходимости Понимания И Любопытство За последние Два года Ни одна Статья В Нью-Йорк Таймс Которые Все Которые Полностью Исполнены Негодование По поводу Дональда Трампа Никоим образом Не удовлетворил Моей любознательности И любопытство В отношении Тома Почему Господин Трамп Стал Или продолжает Оставаться Президентом США Я говорю о том Что Вот эта Оппозиция Между Любопытством И негодованием Она Быть может Значима Потому что Именно Любознательность И любопытство Позволяет Нам Больше Узнавать Других А не Сопираться В Негодовании И гордении Я Перехожу К заключительному Тезису Вы Говорили По игре Ультиматум Игры Диктатора Есть Версия Этой игры В которой Участвует Петч Расстается Петч 100 евро В середине Скажем так Котю Каждый Может Положить В этот Котю Сколько Угодно Денег После Этого Банк Или котю Утваивается И потом Распределяется Между участниками Коти И участниками Результаты Игры Ультиматума Игры Диктатора Не Меняются В зависимости От стран В этом случае Однако Ситуация Различна При Утиматуме Условия В той Или Иной Стране Наличие Относительно Более Высокого Или Низкого Уровня Доверия Между членами Общества Или Общества В целом Мы имеем Различные Результаты С точки зрения Утваивания Банка И последующего Распределения Этих Средств Между участниками Игры И В Эти Случа Мы Фактически Имеем Распределение Которое Наказывающее И Наивную Щедрость Три вещи Существенно Менятся Если Есть Штраф За Недостаточное Внесение Котюр Или Если Значит В той Или Версии Игры Можно Допустим Значит Говорить Друг Сдруг То есть Беседы В этом Случае Переговоры Работают То есть Люди В силах Определить Общие Интересы Посредством Переговоров Посредством Беседы Мне Представляется Что Беседа Это Одна из Самых Магических Волшебных Способностей Человека Это Именно То Что Может Привести К Изменениям К Установлению Доброй Дволь К Строительству Доверия К Общим Действиям Именно Посредством Беседы Мы Обнаруживаем Выявляем Узнаем Вы Возможно Видели Видео Которая 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 Сделали Амнисти Интернационал В Польше С Участием Беженцев Из Сирии Можно Вспомнить Речь Кеннеди За Я Возможно Застяну Беженцев 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 Редактор Корректор Продолжение следует...